Теперь казахстанцы могут стать совладельцами национальной компании Казмунайгаз. Купить одну акцию сейчас можно почти за 8500 тенге. Насколько выгодна данная инвестиция и какие существуют риски, узнавала Гульдана Колен. Для продажи на бирже нацкомпания впервые выпустила свыше 30 миллионов простых акций. Стоимость одной во время проведения IPO составляет 8406 тенге. Приобрести ее может любой казахстанец и в неограниченном количестве. Аналитики прогнозируют, прибыль от одной акции может достигать до 4000 тенге. Однако есть риски. Мы намерены выплачивать минимум 200-250 миллиардов в год. Но опять же, как я обозначил, при условии сохранения цен на нет не ниже 70 долларов за баррель. Если же цены упадут, то мы будем более подробно смотреть, чтобы сумма упадченных дивидендов не повлекла в ущерб компании. Если цена нефти снизится, дохода может и вовсе не быть. Со слов экономистов, на размер дивидендов повлияют и возможные технические сбои в производстве, а также нестабильная геополитическая ситуация. В структуре доходов газа очень важную роль играет Каспийский трубопроводный консорциум, КТК, по которому мы экспортируем нефть. Он проходит по территории России. И работает он в этом году так себе, если честно. Там были шторма, там были мины, там был ремонт, который до сих пор идет. И вот это все постоянно продолжается. КТК вроде как работает, но не на полную мощность. И на самом деле мы должны понимать, что в любой момент он может закрыться по абсолютно любой причине. Потенциальным инвесторам эксперты рекомендуют вкладывать только лишние деньги. Те, что не жалко потерять. Ожидать сиюминутных крупных поступлений не стоит. Заработать на акциях компании возможно, если инвестировать в долгосрочной перспективе, считает Чеботарев. Я лично планирую покупать, отложить их детям. Надеюсь, к их 18-летию, когда они смогут их продать, акции будут стоить значительно больше. 18 долларов, которые они стоят сейчас по текущему курсу. Но я оптимист и я в это верю. Но каждый должен принимать решение сам. Идея стать совладельцем нефтяной компании многим казахстанцам пришлась по нраву. Но есть и те, кто не верят в повышенные дивиденды. То, что мы вложили, может половина, 50% сверху можем увидеть за 10 лет, я так думаю. В это я, конечно, не верю, потому что нет гарантий. Знаете, то, что мы вот сейчас зарабатываем, наши копейки, это лучше пусть они останутся у нас в кармане, чем кому-то отдать их. Это хорошее начинание для того, чтобы люди обычные могли участвовать, стать акционерами или какой-то частью национальных компаний. Но сама покупать еще не думала часто. Еще мало информации, я не изучила этот вопрос. Средний казахстанец со своей какой-то такой зарплатой в 200 тысяч навряд ли сможет вложить что-то. Я изучу, если у меня через год какие-то будут высокие из этого проценты, то я буду больше вкладывать. Заявку на покупку акции инвесторы могут подать до 2 декабря. Но важно помнить, инвестируя, можно как заработать, так и потерять все свои вложения. В данных олен Диасков Ванбаев, Артур Горшников, Хабар 24.